Доктор Аркадий Звание почетный гражданин Сочи на этот раз присвоено трем выдающимся людям. Но двое из них не являются жителями курорта, они москвичи. Их наградили за выдающийся вклад в подготовку и проведение зимних игр. Это Игорь Левитин, бывший министр транспорта России, и Константин Эрнст, главный продюсер и сценарист церемонии открытия Олимпиады 2014 года. Их имена теперь навсегда вписаны в историю курорта. Сегодня мы, конечно, хотим хвастаться и поощрять именно наше главное богатство, наших людей, именно трудами которых мы получили этот замечательный город. Эрнст на церемонию вручения почетного знака приехать не смог. Все почести достались Левитину и Вячеславу Хачмамуку. В 80-е он работал начальником управления снабжения и сбыта Сочинского горосполкома. Во многом, благодаря усилиям Хачмамука, построены концертный зал фестивальный, торговая галерея, комбинат питания «Москва» и другие знаковые объекты курорта. Града – это не только мне, а это моему поколению. Конечно, вместо меня могли быть и сотни сочинцев, которые заслужили быть почетными гражданами города Сочи. Но, к сожалению, есть регламентации. Медалью за многолетний труд на благо Олимпийского Сочи были награждены 84 сочинца. В их числе и первый диктор сочинской студии телевидения Алла Журавлева. Более полувека трудился на благо города и Михаил Инкин. При его участии строился сочинский цирк, гостиницы «Жемчужина» и «Москва». А также первые на курорте подземные переходы. Пять лет Инкин руководил сочинским морским портом. Это был такой красавец город, что позволило нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину выступить и представить наш город Сочи на Олимпийские игры. Для меня бесконечно дорог наш город Сочи. Вечер завершился концертом солистов сочинской филармонии. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова